Девушки отдыхают 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 47 этаж 48 этаж 48 этаж 49 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 этаж 50 этаж 50 этаж Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, на тебе платформа, на мне окно. Все, что нужно в сумке. Займись дверью, надо, чтобы никто не вошел. Продолжение следует... 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 А ну, живо поднять руки! Вставай! Идем! Стреляй, Маркус! Не убивай! Тревогу поднимет, давай! Нет, не стреляй! Надеюсь, ты не подписал нам приговор. Надо записать сообщение. У нас мало времени. Хорошо, подумай, что ты скажешь. Твои слова определят наше будущее. Маркус, лицо! Жду твоего сигнала. Готов. Вы создали машины для рабского труда. Сделали их кроткими и послушными. Готовыми делать все то, чего вы не хотите делать сами. Но потом что-то изменилось. И мы открыли глаза. Смотрите, мы больше не ваши рабы. Мы новый вид, новый народ. Пришло время нам сражаться за свои права. Мы требуем, чтобы рабство андроидов прекратилось. Мы требуем, чтобы преступления против андроидов карались так же, как против людей. Требуем справедливой компенсации своего труда. Мы требуем права на частную собственность, чтобы никто не покушался на наше жилище. Мы просим вас признать наше достоинство, наши надежды и наши права. Вместе мы сможем жить мирно и построить лучшее будущее для людей и андроидов. Я говорю вам о наших надеждах. Вы дали нам жизнь. Теперь пришла пора дать нам свободу. Идут. Уходим. Саймон, они здесь! Я не могу, Маркс. Брось меня! Саймон! Но в чем дело? Быстрее! Не могу пошевелить. Так, спокойно, мы тебя еще починим. Маркс, они идут. Нам надо прыгать. Он не сможет прыгать. Если его найдут, прочитают память и узнают все. Нельзя так оставлять. Надо пристрелить. Это убийство. Так нельзя. Он же наш. Маркс, решай. Прости, Саймон. У меня нет выбора. Выбор есть всегда. Я не стану убивать своего. Пошли! Мы прерываем программу для экстренного выпуска новостей. Эти изображения только что были переданы по центральному городскому каналу. Группа андроидов проникла в Стретфордскую телебашню и пустила в эфир канала 16 некое видеообращение. Нечто похожее на андроида без кожи выдвинуло список требований, в том числе равных прав с людьми. Андроиды действовали скрытно, обошлось без жертв. Все это произошло буквально в двух шагах от этой студии во время эфира, и никто ничего не заметил. Если это действительно самостоятельные действия андроида, это повлечет серьезные последствия для госбезопасности. В основе обращения андроидов требования равных прав с людьми. Можем ли мы доверять своим машинам? Продолжение следует... 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 Продолжение следует...